Я леди и бани, что ты мне скажешь? На-на-на-на-на Девочки, вот почему вы меня никогда не слушаете? Я вам сказала, еще со вчерашнего дня собраться заранее. Вот я уже готова, а вы бегайте туда-сюда. Блин, девочки, какие они сегодня на детечки. Розовые, фиолетовые, голубые, красные, зеленые, салатовые, я не знаю. Настя, любые. Какие хочешь, Настя. Блин, девочки, вообще-то вы мои подруги, и вы должны мне подсказывать, какие очки надеть. Но мы же все-таки едем на отдых, а вдруг там будет много красивых парней. Не зеленые эти пойдут? Настя, не будет там парней. Настя, обломайся. Да, тебе идут зеленые очки. Девочки, пожалуйста, побыстрее, почему вы так долго? Мы все. Я тоже все. Надеюсь, что красивые парни там все-таки будут. Итак, девочки, нам нужно с тобой взять очень много еды. Их поэтому накладывайте. Так, Рокс, не мой пленый. Рокс очень любят есть. Блондя, а куда мы едем? На какой отдых? На море, за границу? Я еще сама не знаю. Как? Вот так. Потом увидите. Значит так, девочки, нам нужно взять фрукты и воду. Фрукс, а вы что тут делаете? Фрукс, это же наши фрукты. Девочки, вы вообще нормальные? Это же наши фрукты. Кухня общая, значит фрукты тоже. Лоня, положи лед, чтобы фрукты свежие были. Не, ну нормально, это же такая же сумка, как у нас купили. Это же Фрукс. Фрукс, подвиньтесь, нам нужно фрукты взять. Да, конечно. Девочки, положите еще лед. Бананы, яблоки, апельсины. Слушайте, а кто-то знает, куда вообще собрались фрукс? М-м, ну наверное, на отдых собрались, как и вы. На какой еще отдых? Странные эти фрукс. Ладно, девочки, погнали. Погнали. Бравастая, кидай. Патрик, давай, я все твои шарики пойму. Еще кидай. Давай, пойму. Молодец. Еще кидаю. Давай. Давай еще, Патрик. Та че ты, Патрик. Груша, посмотри на наших парней. Да, Жужа, у них еще детство в голове играет. Нам парень нужно, серьезный. И ответственный. Девочки, то успокойтесь, нормальные у вас мальчики. Просто девочки взлетят раньше, чем мальчики. Ого, Бравастый, красавчик, ты уже пять шариков споймал. Давай, я сейчас тоже к тебе подойду. А если что, маленькие играют? А че, только маленькие играют. Мой парень не будет страдать фигней. Вот учитель Майк, вот они. А ну идите сюда, вам сейчас такое будет. Девочки, да успокойтесь. Нет, учитель Майк, мы это терпеть не будем. Блин, вы меня сбили, девочка, я за вас шарик не поймал. Бравастый, давай заново. Что вы хотите, крысы? Ребят, давайте, чтобы в нашем загородном доме не было разборов. Вы признаетесь. Кто съел все наши сладости? Признаетесь, кто забрал мои сладости, которые мне передали бабушка с дедушкой? Кто это сделал? Это не я, я на диете. Мне сладко нельзя, у меня кариес. И мне сладко нельзя, потому что я кушаю фрукты. Девочки, что за сказки вы нам заливаете? Какая диета, какие фрукты, какой кариес вообще? Вы думаете, мы не видим, какие у вас обертки от конфет под кроватью? Быстро признавайтесь, кто украл наши сладости. Успокойся, Яна. Ребят, да что вы ссоритесь? Идите все сюда, я вам мороженого сделаю. У нас мороженое, ваниль, ману, шоколад. Да, правда подорожало по 500. Ого! Сколько? Еще один шарик, лови. Давай. Знаешь что, сам я свое мороженое за 500 рублей. Значит так, сегодня мы ставим детектор лжи. Яна, откуда у тебя детектор лжи? Сама сделай. Девочки, ну успокойтесь. Успокойтесь. Ай, собрези нам что-то вкусное. И мороженое, 4 штуки по 500 рублей, а самое лучшее. О, выпендрежники приехали. А может это вы сожрали? Не зря вы такие толстые. Яна, они не толстые. Это защита. Крыса, не верещите. Яна, ты и в доме орала, и здесь, Сережа, успокойся. Нет, я не успокойся, пока не найду того, кто воровал мои сладости. Яна, ты успокойся с этими сладостями, сохранишь фигуру. Успокойся, пошли я тебе шоколадку дам. Да какие шоколадки, вы знаете, это мне бабушка с дедушкой за границей передали. Там были такие жвачки, вот такие пузыри надували. Значит так, девочки, фрукты взяли. Да. Сплет комаров взяли. Да. А плес? Нет. Блин, девочки, ну вот как, на вас можно положиться, а вы всегда все забываете. Диана, Диана, ты куда уезжаешь? Диана, я вас куда? О, баскетболисты, привет, а мы едем на отдых. Круто, а чего вы нас с собой не берете? Мы тоже хотели бы отдохнуть. О, мальчики, мы бы вас с удовольствием взяли, но просто понимаете, машина маленькая, все не поместятся. Загородный дом уже поднадоел. Вот именно, мы хотим чего-то новенького. До встречи. Мальчики, мы устали от загородного дома. Вы слышали, они устали от загородного дома. Значит, они устали и от нас. Это ненормально, пацаны. Так не пойдет. Так, девочки, в смысле, мы не поняли, вы нас даже не предупреждали. Смайл, я не могу понять, о чем мы должны вас предупреждать? О том, что мы с девчонками просто едем на природе покушать фруктов и отдохнуть? Видели? Они куда-то уезжают. Вы должны заразить кого-то из этих бани. Я готов, и Настя будет моей девушкой. И я готов, и Диана будет моей девушкой навсегда. Отлично, они едут сегодня без парней. Вы должны сегодня это сделать. Сделай! Послушай, Смайл, знаешь что? Ты берешь на себя слишком много. Смотри, а то могу и не быть твоей девушкой. И еще, машину мою ломать не надо. Вот новую купишь, тогда поговорим. Мы поехали. Не, Смайл, ну а нефигели. Ну ничего, они вернутся в загородный дом, и мы поговорим. Пошли. Вот, девочки, здесь мы и расположимся. Ты нас сюда привела из-за вот этой жабы? Нет, потому что сейчас сюда придут бани отдыхать. В общем, вот решила, что сюда бани придут отдыхать. Потому что надо меньше спать, а больше подслушивать. Девочки, да вы только посмотрите, мне кажется, или вот там на лужайке Фрокс сидят. Вот как, вот как они нас опередили и узнали, где мы будем отдыхать. Наверное, подслушали. Ну вот как, как, ну от них нигде нету покоя. Едут. Едут. Девочки, селфи, типа мы их не замечаем. Девочки, я надеюсь, нам Фрокс отдых не испортят. Блин, ну они реально бесят, я сейчас подойду и скажу. Ничего им не надо говорить, они нас не трогают, мы их. Девочки, пожалуйста, давайте быстрее, я уже проголодалась. Девочки, проходим мимо и делаем вид, как будто Фрокс здесь даже нет. Вы посмотрите, кто пришел. Какая неожиданность. Не, ну нормально нам на пятки наступать. Куда мы, туда и вы. Ваня, мы хотели отдохнуть от вас. Я сейчас им скажу. Я сейчас к ним подойду. Не надо, девочки, типа мы их не замечаем. Нормально вообще, они говорят, что мы им на пятки наступаем. Девочки, да успокойтесь вы, они по-любому послушали наш разговор и пришли именно в то место, куда и мы собирались. Привет, ребята, мы приехали на отдых, ну а Ваня за нами, на пятки нам наступает. Да, куда мы, туда и они. Достали эти бани. Ну что, девочки, делаем селфи. Нам никто не должен испортить сегодняшнее прекрасное настроение. Блин, мне так неприятно. Насте будет, наверное, обидно, если я ее заражу. Слушай, а нам приятно, что у них есть парни, они на нас вообще забили. Сейчас мы их заразим, они станут нашими девушками и баскетболисты на них вообще забьют. Да, нам здесь никто не помешает. Это озеро безлюдное. Правильно мысль, малая. Тшш. Нежданчик, нежданчик. Бани здесь не одни. Еще одни черни, держи, приперлись. Я съем банан. А я апельсин. Эти фрокс так пялятся. Ну пускай мэри пялятся. Мы красивы, вот и пялятся. А у меня идея. Давайте бани в озеро скинем. Как мы их скинем? Как обычно, за руки, за ноги и в озеро. Это будет круто, они будут мокрые, страшные курицы. Короче, малой, план по заражению бани переносится. Блин, а что мы за линией скажем? Она ж орать будет. Орать? Малой, мы не можем так рисковать, здесь фрокс. Вот, блин, я думал, что Настя сегодня уже будет моей девушкой. Я тоже так думал. Ну ладно, пойдем, малый, в другой раз. Слушайте, бани, погода классная, жарко. Искупаться не хотите? Ну что это вы намекаете, фрокс? С озером нас хотите скинуть? Ну давайте попробуем. Кто кого? Не на тех нарвались, фрокс. А мы попробуем. Слышишь, бани? Да, да, да. Клопот, это уж мало. Ну все, Азолина, сегодня ты станешь капитаном команды. Сегодня у тебя будет команда бани, но она будет называться зебра. Зебры супер, зебры самые сильные, зебры непобедимые. Зебры супер, зебры самые сильные, зебры непобедимые. Я боюсь, да что ты боишься, сейчас мы ей все объясним, она все поймет. Она сейчас орать будет, поорет и успокоится. Залина, мы на месте. Залина, только не кричи, пожалуйста. Зебры, вы вернулись? А где команда? Вы их заразили? Ну короче, Залин, тут такое дело, ну, ты понимаешь? Мы за ними следили, мы пришли на безлюдное озеро, они там были не одни. Я вам не верю, вы два болвана, вы не справились, вы мне обещали. Залина, на это озеро пришли бани, ну туда пришли и фрокс, мы не могли так рисковать, чтобы это кто-то увидел. Залина, ну вот завтра мы обещаем это сделать. Я вам не верю, мне нужна команда бани или фрокс. Так ты определись, кого делать зомби, фрокс или бани? Не важно, мне нужна команда, которая будет называться зебра. А нам нужны девушки, так что обязательно мы заразим цирлидер. Ну заразим, заразим. Ладно, Залин, неси, я слышу, там пахнет едой, я так проголодался, хочу пюре с брокколей. Сегодня коруховое пюре, братики, не сдержите слова, я буду очень злая. Вот видишь, она орала. Ну ничего, поорет и успокоится. Может еще по порции крылышек? Вы за кого нас принимаете, мы много не едим. Вошла ты. Интересно, долго еще крысы будут отчитывать лузеров за сладости? Да надоели уже. Да пускай отчитывают, это же интересно наблюдать. Груша, это по-любому ты сожрала. Блин, мы тут стоим уже два часа. Яна, сколько тебе раз говорить, не я ела твою еду. Я не успокоюсь, пока не найду вора. Яна, я уже так устала, мы здесь реально два часа стоим, я хочу кушать. Ах, ты кушать хочешь, да, Ляля? А пересном из жвачки ты не хочешь надуть вот такой вот пузырь? Блин, крысы такие деловые, мне кажется, Яна до сих пор осталась в детстве. Ага. Ах, эти розеры, как они меня задолбали. Слышь, ты, розовая шапочка, что ты сказала? Я Карина, Яна, полегче. Яна, я сожрал твою еду, но я не знал, что она твоя, думал, она ничейная. О, зря ты признался. Блин, я здесь торчу два часа и выслушиваю, что я сажала ее еду. Все, Яна, это сделал бровастый, иди с ними разбирайся. Ах, это ты бровастый, ну ничего, мне для бровастого ничего не жалко. Я не поняла, бровастая, это что, она тебе подмигнула? Груша, ну и что, что подмигнула, зато мы теперь все свободны. Все свободны, кроме бровастого. Бровастый, тебя ждет разговор наедине. Что в смысле? Ладно, грушенька, успокойся, никуда твой бровастый не денется. Все, давайте, идите, идите, идите. Значит так, бровастый, раз ты сажал мои сладости, для тебя есть наказание. Какое? Мы будем с тобой встречаться. Что? Да, бровастый. Ну ладно, наказание так наказание, повстречаемся. Учитель Майк, нам нужно с вами серьезно поговорить. Просто в нашем загородном доме некоторые живут не по правилам. А именно, черлидерши бани. Баскетболисты, некрасиво стукачат на своих девушек, вы же встречаетесь. Да, встречаемся, но какие-то у нас странные отношения. Диана со своей командой уехали за территорию загородного дома. Мы же никуда не уезжаем, это неправильно. Я понял, а что мне им сделать? Наказать, выгнать? Что учителю Майку сделать? Сказать им, чтобы они слушались нас, баскетболистов. А то вдруг найдут себе плохих парней, плохое влияние и все такое. И тренировок у нас нет, они только гуляют. Хорошо, ребят, я поговорю с девочками. Но если ничего не изменится, я буду звонить их родителям. Спасибо, учитель Майк. Спасибо. Хорошего дня. Эх, одни проблемы. То черлидерши, то лузеры. Уехать бы поскорее из этого загородного дома. Нет, девочки, ну скажите, это вообще нормально? Это нормально? Фроксы спортили нам весь год. Не только фроксы, сначала баскетболисты прицепились, а потом еще эти фроксы. Девочки, а я вам говорила, что нужно подойти к этим фроксам и задать им жару. Ой, и что бы ты сделала? Слушайте, девочки, а знаете что? А давайте возьмем отпуск, уедем отсюда с загородного дома, отдохнем где-то. Например, у меня дома, там бассейн, позагораем. Кто за? А кто нас отпустит? А еще, если узнают мои родители, знаете, что мне будет? Крышка. Как они узнают, ты мне скажешь. Мэри, учитель Майкин позволит, это же логично. Девочки, я с учительом Майком, я думаю, мы сможем договориться. Ну, если сможете договориться, то я только за. Девочки, нам нужен этот отдых. Мне нужен отдых. Девочки, нам всем нужен отдых. От лузеров, от крыс. От баскетболистов. От баскетболистов особенно. Ну что, Диан, когда едем к тебе домой? Может, сегодня чугнем с этого дома? Воу-воу, девочки, полегче. Мне нужно дождаться, пока мои родители уедут на отдых. А прикиньте, что будет с нашими соседями, когда мы отсюда уедем. Их же просто выживут отсюда. О, как мы могли забыть? Эти соседи-зомби меня больше всего раздражают. За них я волнуюсь меньше всего. Стоп-стоп-стоп, девочки. Вообще-то там ЗИП и ЗАК. И на минуточку, у меня к ЗАКу есть чувства. Ну, мне ЗИП тоже нравится. А вообще, знаете что, девочки, хоть отдых сегодня и не получился, зато мы просто искупали в воздухе. О, ну что, приехали, Диан? Ну что, говорите правду. Не надо нам больше мозги пудрить. Слушай, Ромео, ты что вообще сюда зашел? Ну, я как бы с вами. Девочки, зачем вы уехали за территорию дома? Кнопа, а вы что, на тайные свидания ходили? Походу мы точно отсюда вас съедем. Послушайте, баскетболисты, если вы будете ограничивать нашу с девчонками свободу, знаете что, мы просто уедем с загородного дома, и все. Да, Тимур, уедем от вас, потому что вы нас задолбали. Потусим. Без вас, баскетболисты. Вы просто сами этого добиваетесь, мальчики, сами. Окей, понял. Вы накосячили, а мы еще и виноваты. Никуда вы отсюда не поедете. Слушай, ты задолбал уже поджуживать, ты не в теме. Как это я не в теме? Я в теме, я баскетболист. Девчонки, давайте хотя бы договоримся про тренировки. Слушай, Талисман, да ты задолбал уже со своими тренировками, выйди отсюда. Диана, если ты меня не послушаешь, то я позвоню твоей маме. Кнопа, я позвоню твоему папе, у меня есть его номер. Да хватит трястись, я что виновата? Я что думала, что Банни нас кинут в озеро? Это ты виновата, это твоя была идея, блонди. Ты хотела скинуть Банни, а они скинули нас. Они оказались сильнее. О, эти водоросли. Лягушки. Женя, лягушки это самое милое существо на планете. Ладно, девочки, успокойтесь, как мы будем делать им ответку? Никак. А как вам идея? Полная ванна жаб для Банни. А где мы их возьмем? Вот пойдешь и наловишь. Стелла, ты говорила, что жаба самое милое существо, ты пойдешь и наловишь. А можно без жаб? В общем, мальчики, мы с девчонками решили отдохнуть. От вас отдохнуть. Потому что вы их уже достали. Девушки, мы можем сами за себя сказать. Хорошо, Диан, но я напомню, что вы отсюда не уедете. Загородный дом приехали, в загородном доме и останетесь. Если вам здесь не нравится, надо было с мамой и папой дома оставаться. Девчонки, давайте завтра потренируемся. Смайл, не зли меня лучше, а то сейчас пойду и нажалую Зипу. Диан, нет. Знаете что, пацаны, Зип и Зак за нас. Зип и Зак? Хорошо, Диана, мы никого не боимся. Ни Зипа, ни Зак. Девчонки, завтра тренировка. Да уж, девочки, находиться в отношениях не так уж и легко. Ребят, ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok